Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера, Бильд. Кроме обучения на тяжелой технике, такой как танки Лепард-2 и Пензерхобитс-2000, на базах Бундесвера в настоящее время проходят тренировки, украинский спецназ. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой публикацию Бильд. По данным издания, всего в Германии проходит обучение, более тысячи украинских военнослужащих, в том числе более ста человек, в качестве экипажей танков Лепард-1, которые начали тренировки за последнюю неделю. В частности спецназ обучают локальным и городским боям, это особенно важно для планового освобождения оккупированных российской армии городов. Чтобы повысить шансы украинцев на победу, тренируется и атака окопавшегося врага. Русские солдаты вырыли длинные траншеи, построили укрепление в ожидании украинского наступления. Чтобы выяснить, где лучше всего прорвать линию обороны России, украинская армия полагается на специализированные самолеты-разведчики, которые поддерживают наступление. Однако эти легко вооруженные силы, также могут быть быстро уничтожены, если противник их заметит. Поэтому Бундесвер также обучает украинцев, выживанию в тылу врага, так называемая подготовка СР по стандартам НАТО, выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться. По информации Бильд, Министерство обороны и Федеральное правительство Германии настроены с осторожным оптимизмом. В лучшем случае ожидаются небольшие успехи ВСУ и ограниченные прорывы через позиции российских оккупационных войск. Основная причина – сплошная масса русских солдат, которые уже не способны к большим наступлениям, но имеют численное преимущество в обороне. Поставки 80 основных боевых танков «Лепорт-1» в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.